Всем привет, ребята, с вами Андрей. Мы продолжаем прохождение игры Assassin's Creed Chronicles China. Итак, третий уровень, ну прежде чем третий уровень, мы вот, нам пишут, что мы получили во втором. Улучшенное длинное зрение. Увеличивает дистанцию длинного зрения и позволяет Шао Цзюнь лучше видеть, что происходит вокруг. Повиснуть на руках. Используйте левый стик, чтобы двигаться влево или вправо. Нажмите кружок, чтобы спрыгнуть вниз. Нажмите квадрат или треугольник, чтобы совершить убийство. Удерживайте Л2, чтобы затаиться. Это мы знаем. Дальше идем. Так. Макао. Оживленный порт. Но мало кто знает, что по ночам здесь тамплиеры продают в рабство тех, кто им не угоден. Я нашел шкатулку. Шао Цзюнь. Она находится у Юн Даюна. Еще одного тигра Джан Юна. Ему называют работорговцем. Так все эти зверства на его совести? Мне следует нанести ему визит. Будь осторожна, сестренка. Тамплиеры обыскивают все корабли и весь груз. Теперь они будут искать нас. Я знаю, ты без труда убьешь их, но лучше не попадаться никому на глаза, пока не найдешь свою жертву. Окей, отец. Все будет сделано в лучшем виде. Порт. 1526 год. Макао. На очереди Юй Даюн. Чтобы добраться до своей цели, Шао Цзюнь предстоит проскользнуть мимо тамплиеров, обыскивающих пришвартованные корабли. Дополнительное здоровье и улучшение. Увеличенный запас петвард. Убейте трех осведомителей тамплиеров. Это дополнительное здание. Хорошо. Окай. Порт Макао. Порт Макао, ранее известный как Хао Цзин, расположен на западном берегу Жемчужной реки. Название изменилось после того, как порт был отдан в пользование португальским торговцам в середине 16 века. Изначально здесь было небольшое рыбацкое поселение, однако в 1513 году, после прибытия португальского флота под предводительством Жоржи Альвареша, это место стало важным перекрестком международных торговых путей. Вскоре Китай позволил Португалии заниматься торговлей в этом регионе, и независимость порта Макао начала быстро расти. В обмен на ежегодную плату португальцы получали право швартоваться в порту. Затем им позволили построить на берегу собственные склады, а позднее портовый город получил право на самоуправление в составе Португальской империи. В 1999 году китайское правительство постановило вернуть Макао в состав государства, однако город по-прежнему имеет особый административный статус, а португальский язык остается здесь одним из двух официальных, наряду с кантонским диалектом китайского. Вот так вот, ребят. Так, люди, что у нас тут с людьми? Новый кто-то человек появился? Так, вот это, по-моему. Ван Ян Мин, философ, политик и полководец, тайно возглавивший китайское братство ассасинов. Он был известным конфуцианским мыслителем своего времени, что не мешало ему вести тайную жизнь. Он занимал высокий пост и всю жизнь служил в своей стране, не забывая работать на благо братства. Однако его изгнали из запретного города и столицы после конфронтации с Лю Цзинем, продажным явнухом, который был в то время фаворитом императора. Спустя годы, когда Лю Цзин впал в немилости и был казнен, Ван Ян Мин стал наместником и получил признание благодаря талантам полководца. На момент смерти император Джен Де, он вновь служил при дворе и стал свидетелем захвата власти, тамплиерами. Именно он принял Шао Цзинь в братство после того, как узнал, что ей известна его тайна. Ван Ян Мин помог Шао Цзинь бежать от тигров и сам обучил ее, чтобы она смогла получить ранг посвященной. Это, короче, мой учитель. Правильно я понимаю? Так, это я читал, я не помню, давайте прочитаем. Ма Юн Чен, 1468-1526 года. Тамплиер, а также один из восьми тигров. Он причастен к убийствам ассасинов китайского братства не только в Пекине, но и по всему Китаю. Он стал главной целью Ван Ян Мина, когда лидер ассасинов решил помочь Шао Цзинь избавить страну от тигров. Вот так вот. Документики. Воспоминания Шао Цзинь, часть 2. Прибыв в Макао, я узнал, что здесь живут трое торговцев, которые неплохо разбогатели после того, как помогли тиграм найти и убить наших друзей. Они заслуживают той же судьбы, что и их покровители. Это правда. Руководство, мы здесь все, по-моему, с вами посмотрели. Какое уже руководство? Так, поехали. Здесь у нас еще мытье есть. Это корабль, да? Вот задание основное. Ну, а там уже разберемся, ладно. Нужно убить трех осведомителей тамплиеров. На корабли, кстати, интересно полазить. Мне, по крайней мере. Португальские корабли. Галеоны – это большие многомачтовые корабли. На таких судах португальцы перевозили грузы по Атлантическому океану в 15 веке. Путешественники отдавали предпочтение каравеллам за их высокую маневренность и скорость. Однако, каравеллы плохо подходили для торговли. Они не позволяли перевозить большие грузы. А это не лучшим образом сказывалось на прибыльности опасных путешествий. Руководство, что опять не так? Скрипучие полы. Некоторые полы скрипят. Если вы идете или бежите по ним. А, то есть там будет показывать. Удержите Л-2, чтобы пригнуться, я понял. Понял смысл. Полы надо, чтобы не скрипели. Неосторожное перемещение. А, то есть это нужно по всему этому так перемещаться? Или только где желтым выделено? Так, подожди. А что у нас внизу? Блять, тут какие-то ребята, я смотрю. Тихо, тихо, тихо. Тут никого нет. Обязательно их душить надо всех. Поди, померещилась. Блять. Подонки. Там никого нет? Так, мне туда, я понял. Давайте тут уйдем. Вдруг он сейчас наверх посмотрит. Блять. Ты что, я все равно не залезешь, братик. Смысл у тебя? Да. Показалось тебе. Тихонечко идем, идем, идем. Никому не мешаем. Просто идем. Открыли здесь. Блять, дурак, открой. Все, идем дальше. Серебро. А, то есть меня заметили, значит уже серебро. Так, 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 так. Ой, как хорошо она лезет. Так, что у нас здесь? Пока здесь ничего, да? О, класс. Блять, только не смотри вниз. Тихо. Давайте здесь залезем. О, вот это хорошо, что здесь можно так. Я бы хотел его при... Уризонить бы. Иди сюда, братик. Не знаю, мне нравится их убивать почему-то. Нездоровая у меня какая-то, нездоровый интерес. Ассасин золото. Дальше у нас ничего. А здесь главная миссия. Нужно нам туда добраться. На китайский военный корабль. Вот, собственно говоря, мы и добрались сюда. Блять, опять эти скрепущие полы. Во, здесь вверху гляньте сколько. И внизу ящик есть. Поэтому и здесь нужно быть очень аккуратным. Используйте бамбуковые занавески как укрытие. Отклоните вверх, чтобы спрятаться. Блять. О. А теперь можно тут их придушить немножко. Блять, что их душить нельзя. Иди сюда, подонок. Блин, я думал сразу можно придушить. Ну, нет. Блять, она меня не видит точно. А, мне кажется, что увидит. Вот так он точно не видит. Они должны, типа... Ух ты, ёб твою мать. Посмотрите. Удержите, чтобы на вас не обнаружили. А, всё, я понял. Так, подожди, мне надо, блять... Ух ты, пиздец, приехали. Блять. Всё, пиздец, приехали. Ты, лучше меня убейте сразу. Я, короче, сейчас... Иди сюда, подонок. И ты, подонок. Так. Заколол. Видите, кинул своего. Иди сюда. Я теперь с тобой, давай, потанцуем. Тихо, тихо, тихо. Вроде никого нет. Вот, блять, подонок какой. Не, ну, в принципе, это тоже неплохо. Почему? Я всех убрал. Тебе не жить, да прекрати. Давайте залезем сюда и заберем ящичек. О, отлично. Давай, давай, открываем ящик. Свиток 3. В 13-летнем возрасте Шао Цзюнь стала наложницей Дженде. Она мечтала стать императрицей, консорт или даже супруга императора. Эту мечту разделяла ее лучшая подруга, Джан. Но Шао Цзюнь так ни разу не удалось разделить постель с императором, поскольку тот предпочитал уединяться с другими женщинами, зачастую с жрицами любви. Вскоре император возомнил себя полководцем и отбыл на север, чтобы сражаться с монголами, которые регулярно совершали набеги на китайские поселения. Шао Цзюнь была в числе не многих наложниц, которых он взял с собой на войну. Император использовал ее в качестве шпиона и тогда же в первый раз разделил с ней ложе. Опа. Тосы у них были, вы поняли, ребята? Так, что у нас здесь? Бамбуковые занавески. Это я понял уже. Так, один мы нашли, значит. Свиточек. Где этот придурок? Я так далеко не вижу. Будьте бдительны. Где этот петух? А, тут занавески были. Я, короче, эту движуху... Не спать! Я эту движуху не понял, дело в том, что... Так. Боец с бронзом, блядь. Но это на самом деле нормально еще, потому что я действительно опростоволосился. Открываем припасов максимум. Везде полы скрипят, видите, на корабле. Поэтому... Поэтому полы скрипят на корабле. Так я не успею за это время, когда он... Блядь, как его, интересно, урезонить. Черт. А если ножом не выкинуть? Иди сюда, братик. Так, я не знаю, что я сделал, но... Как-то... Да нет, что ты творишь? Это уже поздно делать. О, подожди. Давайте наверх залезем. Сейчас заберем. Заберем. Давай, 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 давай. Тихонечко. Где ты? Сейчас он отвернется. Опять. Давай, посмотри. Отвернись. Ну, уходи, уходи давай. Сейчас мы тебя придушим, подонок. Так. Главное не спешить, ребята. Потому что... Это может быть губительно. Сейчас он отвернется, и мы его урезоним. Вот так вот примерно это выглядит. Так. Золото. Полы скрипят. Теперь нам нужно попасть... О, подождите, давайте... А, подождите, мы в край же сюда не залезем. Вот сюда можно. А ну-ка. Сюда можем зайти. А это где там эти уроды? Увидел шпиона? Да прекратите никакие... Опа, лянь, где там мамонтенок какой-то есть. Дайте, я придушу, братишка. Я сейчас на самый верх полез. О, здесь есть все, что надо нам, ребята. Сюда можно перелезть. Так, будьте бдительней. Это ящик, да? Дротики найдены. Мне надо как-то наверх попасть. А, вот сюда еще. Угу. Вот. Хорошо. Это я, получается, нашел осколок анимуса. Здесь нужно наверх как-то залезть. Но мы с вами сейчас, конечно, залезем. Я думаю, что ничего тяжелого в этом нет. Так, сюда лезем. Вот так вот. А, это типа нужно отсюда прыгнуть или что? Используй точки с организацией, чтобы отыскать все секретные карты. Так, так, я вроде все секреты и теперь знаю. Вылазь, мать. О. Так, что у нас здесь? Нужно наверх лезть. Так он все равно не просвечивает тут ничего. О. Хорошо. Здесь что у нас? Тут надо ниже, получается. Но я сейчас бы его придушил, кстати. Так, он еще подонок и вверх смотрит. Дело в том, что... А ну-ка, иди сюда. Ой-ой-ой-ой. Как я его, да? Приструнил. Подонка. Сейчас он отвернется, и мы с вами его урезоним. Подожди, какое расследование? Ты мертвый. Никаких... Никаких расследований, братик. Ты просто умираешь. Подожди. Блядь. Какой неприятный молодой человек. Так. А тебя можно убить? Можно, конечно. Куда ты денешься? Когда разденешься. Так. Теперь сюда. Давай-давай-давай. Не стесняйся, мать. Здесь опять можно прыгнуть. Нужно прыгнуть. Золото. Прыгаем, естественно. Ой, китайские джонки. Китайские джонки впервые появились во времена правления династии Сун. 960-1279 года. Даже самые первые джонки могли преодолевать огромные расстояния и подходили до длительных морских путешествий. Позднее самые удачные наработки китайских кораблестроителей стали применять их западные коллеги. Вот так вот. Так, нужно один сундук и 10 очистить анимус эти. 10 штук, да? Да. Э, а куда плыть-то теперь? Мать, власть. А, все, понял. То есть теперь сюда надо бежать. О. Нам идти нужно направо, получается. Готить. Блин, тут хер... Э, подожди, я там что-то забыл. Там какая-то у нас миссия есть, ребятушки. Главное не упустить. Я слышал, какие-то пордугальцы тайно возят отсюда рабов. Ящик есть. Осведомители тамплиеров, самые подлые предатели. Приготовьтесь умереть. Сейчас вы, подонки, поумираете у меня все тут. Так. Давайте откроем ящик. Здесь припасов максимум. Так, как бы их тут урезонить-то? Получше. А я знаю, как, ребята. Мы берем шумку. Получается. Так, одного. И второго здесь же. О-е-е-е-е, из ноги. Хорошо. Осведомителя мы убили. Только это не ящик, это просто, походу. Серидовские понты. Ну, не зря мы здесь пошумели, на самом деле. Так, хорошо. Это мы сделали, ребята. Одного тамплиера мы... Меньше стало. Давайте сюда. Так. А там что за движуха у нас? Я смогу здесь... А, нет, это, кажется, сюда нельзя было. А, но она не боится воды. Это хотя бы уже хорошо. Так. Здесь же ничего, да? Нет, вот. Только за следующей стеной. Потому что я... Вот. Так, там у нас какой-то подонок стоит. Его нужно... Стражник с деревянным щитом. Так. Блокирует все обычные атаки. Но мощные атаки могут разбить щит. Это первый противник, обладающий способностью к мультиатаке. Ой-ой-ой. Черт. Ребята, надо как-то его раздамажить. Потому что это... Некоторые противники могут нанести серию ударов. Так. Отклоните в направлении атакующего. Так, я понял. Ты делаешь успехи. Теперь надо научиться справляться с врагами, которые могут блокировать твои атаки. Нажми квадрат, чтобы... Так. А, обычные атаки отражают. Я понял. Мощная атака ослабит защиту врага. А, ну-ка. На тебе. На тебе еще раз, подонок. Еще раз. Не забудь, что перекат поможет тебе обойти защиту противника. Хорошо. Понял. Блин, ну это походу противник серьезный, ребятушки. Придется его дамажить. Ты слышал? Два тигра убиты. Слышал, говорят, работа ассасином. Вроде как они вернулись. Да, ребята, я вернулся. И вам теперь пиздец. Так. Тут надо аккуратненько. Да прекрати. Почему? А, вверх. А, там она будет пробежать. Подожди, я понял. Этих подонков надо тоже маслать. В тебе все раз не уйдешь. Так. Надо кого-то из них убить одного. Лучше, конечно, того, который щитом. Ну, что ты не идешь сюда. Он сюда еще будет идти или нет? Сука, я дабы, ты сейчас повернусь сюда, падла. Не вздумай повернуться. Не вздумай, блять. А, ну-ка. Вот так вот. Так, как вообще туда пройти? А, все, понял. Та прекрати, мне уже все равно. Так. Сюда в этот анимус надо найти. Давай, давай, давай. Блять. Он еще и сюда заглядывает. Ты смотри на него. Иди сюда, братик. То есть, любые таки по бокам, видите, они его расстраивают. А такие вот, конечно. Обычные. Тогда они для него практически ему все равно. Та прекрати. Так, а зачем мне туда вообще надо? А, там еще одна движуха. Бронза. Я понял. То есть, здесь нужно еще одну достать. Стражники с фонарями могут заметить вас в темноте. Ах ты, подонок. То есть, он даже меня будет в укрытиях находить. Ммм, тварь ты. Паскудная. Ночной часовой. Так. Помните о том, что этот часовой может заметить вас в укрытии, если оно не прикрыто от света фонаря. Походу, иначе это может везде меня. Да, заметить. Так, забрали. Хорошо, ребята. Джунже. Так. Давайте наверх залезем. Тревога. Иди сюда. Почему тебя пришьем? Блять. Казню тебя, подонок. Так. Казнил его, конечно, я. Тихо. Давайте здесь. Что у нас? Это что такое? А, это я мост опущу, да? Угу. Подниму, точнее. Кто поднял мост? Да кто, кто? Я, братики. Что там осталось? Восемь этих. Я иду. Все, понял. Блять. А, это скрипит штука. Надо быть аккуратным. Весьма. Боец серебро. Как мне наверх попасть? А, наверху это просто штука. Понял, понял, понял. Осведомители трех. Одного я убил. Сейчас, судя по всему, и остальные погибнут. Блять, а ну сейчас, стой, придется тебе за матч молить. Иди сюда. Ох, ее руку зажал ему та. Ребята, это вообще потрясно. Найдены петарды. Так, ну теперь здесь только вверх лезть. Э, стой, 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 вылезти. Все нормально, мать. Э, погоди. Что-то ты не так делаешь. Так, 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 так. Видели этот козел еще... Блять, еще и туда смотрит. Вы гляньте на него. Вот это подонок. Спокойненько. Так, сюда он посмотреть не может. Все, это хорошо. Блять, он сюда досматривает. Так, ну счетом мы уберем. Это я... Это я понял. Потом уберем того. Я хочу всех убрать, я не хочу... Тихо, тихо, тихо. Ты сюда не видишь? Это, блять. Куда он досматривает? Хорошо. Хорошо. Блять, он сюда идет? Но он сюда, по идее, не должен досмотреть. Правильно? Я понимаю. Ну пойди, да. Так. И тебя, иди сюда. Хорошо. Просто потрясающе, мне кажется, все. Все сделано правильно. Блять. Опа. А куда он досматривает? Давайте посмотрим. Все, спокойненько. Вот он, второй, да, этот? Походу, осведомитель. Да, это был второй осведомитель. Второй осведомитель. Так, а куда нам теперь идти, вопрос. На засыпку. А, это где-то, походу. Походу, я пропустил. Вот, все, сюда. Я не доглядел. Золото, конечно. Так, 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 сюда. А, подожди, там можно было перейти на следующий уровень. Не, ну подождите. Нам надо сюда, только, получается, зачем нам сюда надо? Может, нам сюда и не надо? Ну, там сундук, я вижу. Только я не помню, в какой он плоскости. А, он не в этой плоскости. Не, ну пацаном бы я все равно убил. Блять, не знаю, как лучше поступить, ребята. Наверное, лучше с другой стороны я пойду. Давайте-ка. Если осознавернулись, они что? Вздумаю штурмовать крепость? Конечно, вздумаю, братик. Блять. Юдаюн велел нам проверить все лодки. Блять, подонок. Уходи. Что повернется? Блять. Ах ты, сука. Ну ладно. Вот кабачок проклятый. Так, ладно. Я предлагаю все-таки сначала пойти сюда. Да не, ну брат, это чё? Ах ты, вот как тут можно поступать еще. Тут никого. Все, я понял. Сейчас мы вас будем душить без права на всплыв. О, вот так вот. Ну если сейчас удушу тут одного. Вы же понимаете, что это... Ну по идее, они сюда не смотрят. То есть, если сейчас встанешь... Все, я понял, как это делается. Все, он уходит. О, так. Этот подонок, куда он смотрит? Иди сюда. Не, ну мне так-то... Так или иначе туда надо, получается, идти. Правильно? И туда надо, сука. Как лучше сделать? Черт. Ну ладно, тогда придется сейчас этих пацанов придушить здесь. Тихо, тихо. Придется, он не хлопушку потратит. Но я реально хочу их замочить просто. Так, иди сюда. Раз. Иди сюда. Два. Все, хорошо. Так, надеюсь, так же легко получится и в этой части, где мы с вами опростоволосились. Первый раз. Так, 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 так. Хэ. Бля, тут тяжело. Блядь. А, то что надо бесшумно двигаться, точно. Ну, ёб твою мать. Блядь, начинается. Да ёб твою, даже не уйду от них. Ничего, заново, само начало. Блядь. А это тут осталось, интересно? А, да мне туда пока не надо. Черт, ребята, ну это вообще злая штука. Я там, получается, чуть-чуть не успел, буквально. Так, я, походу, туплю. Здесь как-то можно по-другому все это решить. Блядь. Может, ты... Да ёб твою мать. Иди сюда, подонок. А, лё, я даже не могу его скинуть. Слышь, ну ты, блядь. Хе, какой ты козёл. Хе, сука. Лёг там полуходила. Ребята, вот это движуха. Но мне туда влюблено, что ещё надо, потому что там сундук... Не, это можно обойти, это просто для дополнительной миссии. Но я хочу пройти. Так, наверное, давайте, скорее всего, придётся грязно проходить. Потому что я так понимаю, что... Иди сюда, подонок. Блядь. Почему... Иди сюда, сука. Получай. Так, давайте поборемся. Попробуем. Блядь. Слушай, нихера, сколько они выдерживают ударов. Я им раз, два, три, пять. Ребята, это серьёзная движуха. Но мы так с вами не отступимся, потому что нам надо именно сюда. Блядь. Козёл вонючий, блин. По бокам здесь нельзя лазить никак. Козёл, блин. Он доходит сюда. Тихо. Сука. А если по нему кинуть, как думаете? Так, вот это неплохо, кстати. Вот это и сейчас неплохо, ребятушки, стал. Сейчас этот уходит, чувак. Этот поворачивается. Он сейчас увидит труп, сука. Он сейчас увидит труп. Так. Сейчас меня вытащит, да? Иди сюда. Всё, хорошо. Фу, ну хоть так. Блин, ребята, это была жесть на самом деле. Вот. Блядь, а сундук что, с другого этого, что ли, забирается? Блядь. Походу, реально с другого забирается. Ну что, здесь вот зря шу... Не, не зря, тамплеера убить. Ох ты, сука. Сейчас перелезет сюда. Иди сюда, пожалуйста. Чик. Раз, два и по пиву называется. Так, этих ребят я бы убил, кстати, на самом деле. Ну, может их... И не надо убить. А, туда можно позвонить. Но я предлагаю сделать вот так вот. И второго тоже. Чик. Всё, давайте посмотрим, что эта штука вообще делает. Походу, нужно сюда кинуть было. Да. Она бы зазвенела. Блядь, тихо. Иди сюда. Всё, это выбираем молодого человека. Так, а куда нам вообще надо? У нас где-то здесь люди пропустил, где-то... А, нет, всё, вверху. Я понял. Этих молодых людей можно не трогать, я так понимаю, правильно? Так как сюда залезть, сука. А, вот всё, сюда. Тихо. Тихо. Блядь. Какой козёл. Здесь можно под ним продлить. Э! Тихонечко. А, вот, под пацанами. Всё, я понял. Подонок ты, проклятый. Это я третьего убил или нет? Нет, это ещё не всё. Или всё, это был третий? Почему не написано, где мы там, три убить? А, всё, от тамплера я убил. Хипотетип. Зачем я это сделал? Давайте дальше проползём, чтобы этих ребят особо не кантовать, скажем так. Так. Теперь я сейчас сюда прыгну. Вот так вот. До понтона нужно добраться. Вылазим, забираем здесь. Сундучок. Мы же с вами будем проходить всё, правильно? Свиток номер четыре. В 1521 году, когда Шао Цзюнь, было всего 16, император Дженде умер, не оставив наследника. Её судьба была предрешена. Она не сможет стать супругой императора и никогда не будет править, если не сможет понравиться новому властителю. Властителю? Властителю, блядь. Однако, это будет непросто. Ведь она не бинтовала грудь и ноги, чтобы уменьшить их размер. И поэтому не соответствовала стандартам красоты того времени. Так. Тем временем, тигры внов начали набирать власть. После казни Лю Цзиня, они старались не привлекать к себе внимания. Но теперь вновь показали свою силу и даже замыслили посадить на трон своего ставленника. Какие подонки. Так, в башню я добрался. А, там походу свои тасы. Так, сколько мне надо, подождите, набрать этих... Ну, получается, пять ещё, нихера себе, где их возьмут-то. Ну, пять, не знаю, ребята, найду ли я пять или не найду. Ну, один вот точно вижу. Сейчас мы его скинем сами. Слышишь? Ну, тормози. О! Четыре, ладно. Надеюсь, это ж не всё ещё. Максимум припасов. Так, нам, судя по всему, вниз. А куда теперь, я не пойму. Э! А! Подожди, а как вниз делаться? Либо я торможу, либо я торможу. Хм. Подожди, куда мне нужно? Чё-то я не пойму. Я чё-то где-то надо куда-то... Во что-то кинуть, я так понимаю. Э! А куда мне идти, ребята? Блядь. По-моему, я исполняю. Вам так не кажется? Да понто... Что такое понтоны? Я просто не знаю, что такое понтоны. Блядь. Может, мне вообще не сюда. А если я тут упаду? А! Я чё-то тут не сделал. Ёбва, ваша мать. Торможу, торможу, ребята. Беспробудно. Так, и чего я сделал этим движением? Ребятушки, чего я этим движением сделал? Подскажите мне. Чё-то я не догоняю. Хм. Блядь. Хм. Вот я петух шоколадный. А, нужно сюда перебежать. Я понял. Чё-то я туплю. Или нет? Ну а здесь что? И здесь ничего. А, вот, надо ещё, походу, сюда перейти. Боец бронза. Так, я здесь. Мне нужно... Слева это что, основная миссия у меня? Да. До понтонов я добрался, ладно. Хорошо. Проберитесь по понтонам, по этим. Так. Я правильно всё это делаю, надеюсь? Давайте ножей соберём. Хотя, этих ребят я мочил, видите? Тихо-тихо, не психуй. Но... Но они меня не слушаются. Так. Здесь у нас теперь... Ну, дальше просто бегим. Подожди, а чё это за... А, всё-всё-всё-всё, понял. Понял свою ошибку. Не понял. И чё делать надо? Подожди, чё делать надо? Не совсем понимаю я... Блядь. А чё тут такое за штука там, кстати? А почему... Блин. Ну, мне же сюда надо. Какого члена... Так, подождите. Чё-то я, по-моему, неправильно сделал, ребята. Давайте посмотрим, что это за лодка. Может, она её держит? Она сейчас поплывёт. Чё она мигает? О! Я же сказал, что что-то здесь не так. Ну-ну-ну-ну-ну, я понял, всё, лодка приплыла. Я иду сюда. Так, там вот молодой человек, он сейчас повернётся. Недалеко, правда, ну... Где сюда, я тебе сказал. Ты смотри на него. Так, где-то здесь у нас имеется миссия. Ассасин золота. Найдите способ поднять мост крепости. Так, здесь... Сколько их там, всё, понял. Тут разводятся мосты, все эти дела. Элитный арбалетчик, ух ты! Так, это какой-то серьёзный молодой человек. Эти живые огневые точки предпочитают стоять на одном месте и высматривать потенциальных нарушителей, чтобы изрешетить их градом арбалетных болтов. Мне это не нравится. Я думаю, что мы не дадим им изрешетить нас с вами. Ведь правда? Блядь. Тихо. О, ты что не видишь? Ты меня не видишь, подонок. Та, поди... Блядь, что они его не поднимают? Пиздец. Почему они не поднимают его? Сейчас тревога пройдёт. Ну всё, успокаивайся. Ляля высматривает. Иди сюда, тварь. О! А ну лезь сюда. Не? Козёл вонючий. В следующий раз не уйдёшь. Да перестань ты. Как бы его так отвлечь, подонка? Так. Ассасин бронза. Это всё какие-то кусты. Так. Тут наверх можно, да? Ну там тупик, походу. Может мы того дурачка-то достанем? Ребятушки. Ну-ка, давайте откроем. Блядь, быстрей. Тихо. Сейчас мы его сможем пришить. Блядь, сейчас сюда зайдёт, иди сюда. Всё нормально, всё нормально. Ты ничего не видишь, ничего не знаешь. Ой-ой-ой. Вот это его прикончил, ребята. Так. Хорошо. Здесь основная миссия. Блядь, только на эту платформу нужно было перебежать. Я думаю, что мы перебежим. Опа. Тут братишка просто, видите, у нас. Опа. Он сюда не поворачивается, что ли? А ну-ка, иди сюда. Подонок. Только я предлагаю забрать на всякий случай здесь эту штуку. Потому что, скорее всего, мы туда уже не вернёмся. Поэтому... Вот, вот это вот. О! Всё, а теперь, походу, придётся всё это заново проделывать. Так, сколько у нас там? Ещё две штуки осталось. Здесь её нет. Так, ну, походу, надо заново сюда. Всё, я, в принципе, способ нашёл, как мост поднять. Мать, просто теперь нужно... Блядь! Сюда, давай-давай-давай, не стесняйся, мать. Не стесняйся, не стесняйся, не стесняйся. Так, сюда. Тут же нету, да, ничего? Да, хорошо, всё. Сюда. Здесь нету, нужно каждую плоскость проверять, ребята, чтобы ничего не упустить. Вот. Так, ну, по идее... Один... А где ещё один, подождите? Чё-то мне это не нравится. А, всё-таки я, блядь, мох. Опа, сразу пацанва выбежала зелёная. Чёрт, подонки, ладно. На мосту всё в порядке? Так, придётся касатиков тушить теперь. Блядь, он сюда дальше не видит, да? Блядь, тихо-тихо. Ты ничего не видел, братик, ничего не слышал. Прекрати. О, а вот эти ребята серьёзные. О, я ж могу так сделать. Ха-ха, я тоже серьёзный молодой человек. Зачем я это сделал? Блин. Походу, зря я это сделал. И тебя вылечим. Какой я быстрый. Давайте вниз. Чик. Вот, забираем нашу штуку. Получается где-то одна. Надеюсь, я её найду, ребята. Потому что я расстроюсь, если я одну упущу. Я когда-то не знаю. Ну где ты, ёб твою мать? Так, ладно, давайте здесь наверх. Здесь кто-то есть у нас. Это конец, походу. А где последняя херня? Ёб твою мать, это одну упустил, ребятушки. Ну я обязательно переиграю, конечно. Просто я не знаю, где она делась. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем спасибо за внимание. С вами был Анри. Всем пока. Давайте посмотрим на последок улучшение. О чём мы там пооткрывали. Дополнительное здоровье. Шкала. Применение Шэн Бяо для подъёма. Нажмите R1, находясь под объектом, за который можно схватиться снизу, чтобы залезть. Я понял. Также я переходим. Применение Шэн Бяо для подъёма.